Приветствую, путник! Желаешь вкусить атмосферу постапокалипсиса и попытаться выжить в мире кишащим мутантами? Здесь ты найдешь систему торговли и схронов, продвинутую систему инвентаря и лута. Сможешь вступить в одну из организаций. У нас огромная карта, в которой ты сможешь побродить, попасть на случайные события. По промокоду на экране вы сможете получить уникальный набор. Выживший. Насчет последнего ролика. А я знал, что вы не оцените этот формат. Я до последнего не хотел его выкладывать. Конкретно про тот формат вы просили, чтобы я выгораживал нарушителя. Хотя я даже в этом ролике их не выгораживал. Наказание-то как раз получили оба, ведь нарушили тоже оба игрока. Да, вы недовольны тем, как я с ним разговаривал. Ну уж извините, я так со всеми разговариваю, кто первый проявляет агрессию. А не тупо из-за того, что кто-то нарушил. В общем, прошлый ролик будет для меня уроком, что не совсем обязательно слушать кого-то, даже если это предложение набирает очень много пальцев вверх. Ведь велика вероятность, что один из зрителей просто увидит в таком главном герое себя и начнет его всячески оправдывать. Причем он будет это делать на серьезных чах, а не как я в этом ролике делал все по фану. Окей. Короче, не хочет чел модельку менять. Ну, без проблем. Я предлагал договориться. Сука, уже начинается. Не обязан. Да, ребят, за некорректную модель можно получить ровно сутки бана. Потом увидите, что за моделька была у него. Что он, блять, хочет от меня? Что он хочет? Че ему надо, блять? От меня. Я ему говорил, что нужно поменять модельку. Чем ты вообще на него ЖБ подал? Я просил поменять модель. Он сказал нет. Говорит, не обязан. ЖБ, сейчас, подожди секунду. Но раз не обязан, то пусть отсасывает. Вообще-то, ЖБ подал он, блять. Все мне объясни. Что вообще случилось? Потому что 1,28, пусть считает. Нахуя тут нахожусь? Кто-то мне объясните, что здесь, что случилось? Зачем данный человек подавал жалобу? Баночка монстра. Он не понимает, чем нарушение у его модельки? Правила из... А ты этого не убрала? Я не убрала долго. Читай вот, прочитай правила, блять. 1,28, сейчас дается попреждение, а потом уже наказание дается. Я предупреждал. Ты его тапал сюда? И просил убрать. Ты его тапал сюда? Это я вот это... Я же лобот. Ну, главное, все надо было вот это нахожусь. А надо было типать? Ну, конечно, вы в чат не видите. Он видел, он ответил. Не обязан. Или он тупой, чтобы с двух раз не понять, что надо менять? Ну, а по сути, чем моделика вам не нравится? Действительно, чем же мне не понравилась эта моделька? Посмотрите на руки, на торс и на ноги. Они супер тонкие, и они не подходят под стандартную модель HL2 горожанина. Такая модель легко приравнивается к дезориентирующим. А это у нас предписано в правиле 1,28. Увы, некоторые здесь получают аутфитер и думают, что они могут поставить абсолютно любую ебанину в качестве скина. Он нереально не понимает, что с этой моделькой не так? Нет, не может быть процитировать надо. Данное правило запрещает использовать модельки игроков, которые меньше и больше модели гражданина из HL2. Запрещается также делать прозрачные, темные, дезориентирующие. Это, конечно, прикольный факт, но какой рядовой игрок будет вдаваться вот в такие вот подробности, когда встретит вот такую вот модельку? Он будет дезориентирован тем, как она выглядит. Модель хуйта прозрачная. В любом случае HL2 это визуал. В правилах сказано прозрачный запрет. Я пошел. Короче, я закрываю. Я пошел, потому что, блядь, в правилах сказано русским языком, что прозрачные модельки это запрет, блядь. Если, сука, ты тупой болван, который будет мне писать не обязан, когда тебя нормально просишь поменять модельку и говоришь мне нет, не обязан, тогда не удивляйся тому, что я выписываю тебе нахуй бан на день по правилам сервака. Сука, я, когда буду это видео монтировать, я вставлю вам 1.28, который был на момент записи ролика. Данное правило запрещает использовать модельки игроков, которые меньше, больше модели гражданского из HL2. Запрещается также делать прозрачные, темные, дезориентирующие, камуфляжные, маскировочные и прочие плеер моделс. Исключение чуть больше или же меньше модели гражданского. Я, сука, не вижу, чтобы эта моделька попадала под исключение. Я на вас посмотрю, если вы будете защищать вот этого челика за эту модель, я на вас посмотрю, как вы будете стреляться с такой вот моделькой. Вот просто рандомный какой-то случай, выбегает на вас челик с автоматом, там, с чем-нибудь еще, и начинает с вами хуяриться, а вы не поймете, куда стрелять, потому что у него на вид хитбокс это палочки, блядь. Попадите по палочкам, раз такие умные. Здрасте, оба лицом к стене. По какой причине? Комендантский час, а вы не дома. Лицом! Так вот, это вот наша квартира, ну ладно. У вас очень много оружия, есть ли лицензия на это все? Показывай. А ты кто? Покажу, покажу. Ого, уже показывает. Ну окей, давай. С ними не смогу так. Развязывайся. Показал лицензию на оружие. Че ты гонишь, че ты гонишь, че ты гонишь, мусоршняку не по делу? Че ты палишь мне про нары и конвой? Че мазуешь ты на полке, а не товар? И пугаешь, падла бабу колы мой. От вашей грязи мусорской она страдалась. Поела вдоволь у хозяина хорчей. Я же сроков было дело отзвонилась. По актеровке умера подзвучила. Звоните или спросите. Мусоров, ни шеи, ни срок. Машина зингера иголочку сломала. Всех понятых полуплатных. Да и тебя, бля мусор, я в гробу гидала. Мусор, ни шеи, ни шеи, ни шеи, ни шеи. Кубики твои, мне лапты лихо завернули. Браслеты жали, белые рученьки мои. На воронке вонючим подлец и катали. И под конец гадюшниками привезли. Но провернулись в этот раз, мне ты что надо. Че там по срокам ареста? Ты писёшь. Мусоров, ни шеи, ни срок. Машина зингера иголочку сломала. Всех понятых полуплатных. Да и тебя, бля мусор, я в гробу гидала. Ну теперь. Я на себе. Давай. У этого 19 выпало на роли. Ненастоящие. Фальшивка, ёбаный в рот. Вы будете арестованы за хранение нелегального оружия. Сломала. Всех понятых полуплатных. Да и тебя, бля мусор, я в гробу гидала. Вот так вот. Чел, 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 чел. Бля мусор, башка, убью, сука, блядь. Убью, нахуй. Убью, сука. Убью, лысую, суку. Убью, лысую, бля мусор, бля мусор. Ха-ха-ха, сука. Ха-ха-ха. Ну, блядь, вот это было драйвово. Я увидел у чела оружие, и надо было ворваться. Как-нибудь красиво. Ну всё, я-то до того челика забыл то, что он угрожал. Новые жалобы. Обновлённые, наконец-таки. Их можно даже немножечко, ну, непрозрачными сделать. Есть тут открыть жалобу. Вот так вот можно сделать, чтобы они постоянно у тебя отображались. А тут можно упомянуть какого-то игрока. Ну, просто пишите собачку, его имя. Ну, например, Казан. Три девятки. Сам себя. Собака 2 миллиарда 998. Ну вот, это я. Я сам себя упомянул. Но если меня кто-то будет так же упоминать, то я это увижу в чате в Википедии, которую можно открыть вот так вот. Вики. Привет, это Вики нашего сервера. Здесь ты можешь найти полезную информацию по серверу. Когда-нибудь кодер дополнит главную страницу Вики, но точно не сегодня. Вот есть профессии. Меню ты можешь открыть профессии разные. Ген исследователи, это гайды. К каждой профе есть гайды какие-то, если они требуются. По тому, как на ней играть. Вот. К примеру, за похитителя. Тут также есть интересные факты касаемо свидетелей. Свидетелями считаются те, кто видели момент удара палкой. За кражу 14.1 девочек на глазах большого количества людей вас могут покарать высшие силы. Рекомендую прочитать правила. Википедия расписана в такой свойской манере речи. Ну, вот как с корешем общаетесь. Вот он вам также объясняет, как здесь играть, как тут что делать. Поэтому, я думаю, это плюс. Добавили также аксессуары, но я их вам не покажу. Можете зайти и посмотреть сами. В меню аксессуаров. Чел какой-то скачет. Ладно, я возьму профок. Добавили, кстати, индикатор урона, но пока что вы его не увидите, потому что перестрелок никаких еще не было. Но как только что-то будет, вы это заметите внизу по центру экрана. Челик застрялся. Ничего ломать не буду, я аж не конченый, еблан. В стене нахуй лицом! Раз. Пять, два, три, четыре. Ай! Скотина! Ах ты, ты бесклявая скотина, ты че творишь? Лоп. Я еще верну. Я еще верну. Лоп. Кстати, мне нужно посмотреть сроки ареста. Сроки ареста. Это еще одна ссылка. Все окей, я попал в нужные сроки ареста. Я написал ему взлом, что считается проникновением на чужую собственность от 120 до 250. Я дал ему 150. Можете встать лицом к стене. Я обещаю. Так мы не в гетто. Глава милиции, мы не в гетто. Мы тебя будем проверить. Вон, видите? На меня было совершено нападение только что. Вы не заметили то, что с крыши на меня напали? Пап, уйди, уйди, пап. Он тебя сейчас вообще похерачит. Да, я лучше домой зайду. Меня сейчас убьют, если я тут останусь. Ну так, зайди к себе домой, или же просто уйди, восвояйся. Зачем ты стоишь и маячишь перед тем, кто на тебя якобы напал. Как вы можете заметить, пока он меня пробует отвлечь, челик пытается аккуратненько свалить в свою квартиру. Если бы он ушел вот так вот в свою квартиру, то это было бы скорее всего фиррп и нон-рп. Почему фиррп? Это элементарно. У меня оружие, он должен выполнять мои приказы. Нон-рп, потому что он таким вот образом уходит от рп-диалога. Да, это рп-диалог, я зашел и уже завязал с ним рп-шку. Я смотрю. Заходи, заходи. Беремнутый. Нельзя. Нужно? Один. Нельзя. А, даже вот так? Придите дробовик, пожалуйста. Убивай, убивай. Ну ладно, ладно. Убивай. Давайте, давайте. Сюда встану, чтобы меня точно убили. Спасибо. Сайдай 550. Да, хорошо. Лицензия. Ух, нормально. Можете оружие на предохранителя убрать? Ну это для безопасности моего друга. Вдруг что случится? Я с вами не общаюсь. Я сейчас пойду желаловаться Мэру, что вы так себя ведете. Бреть оружие на предохранитель. Я с вами не общаюсь. И что? Все, я пошел желаловаться Мэру, что на ваше увольнение. Некомпетентность. В ужас. Всего доброго. Так, я написал лицензию. Отлично. Лицензия одобрена. Всего доброго. Итак, встречайте. Во втором акте будут преимущественно админские разборки, а не наоборот, как в первом. Потому что в первом мы только одного челика наказали, и дальше я просто играл за РП. Вроде бы я сделал все возможное, чтобы вы комфортно вкатились в колею второго акта. Оказывается, до сих пор существует такое понятие, как душить людей на жалобах, заставлять их ливать в сервака просто потому, что ты нескончаемо на них будешь кидать ЖБ, по всякой херне до них докапываться. Ну, думаю, вы где-то это видели. У нас уже давно устоялось такое мнение, что если мы встречаем такого человека, то он попадает в пермач. По двум-трем жалобам, которые разбираются с этим человеком, который душит игроков, этого, конечно же, не скажешь. Ну, вроде бы все как обычно. Чел увидел нарушение, подал жалобу, разобрались, нарушителя наказали. Но как только на жалобе попадается такой человек, который намного лучше знает, как других людей душнит, но не делает этого просто так, то тут уже задаешься вопросом, а кто кого сейчас будет душить на жалобе. Ребят, я вам клянусь, я этот материал, ну, вообще случайно получил. Я реально собирался выключать запись, я уже себе такой сказал в последний момент, бля, зайди, Артур, еще раз, попробуй что-нибудь записать, а вось что-нибудь да получится. Ну, а теперь смотрим, что у меня получилось. Степай сюда, наверное, помотки, если хочешь, пойдем сейчас в веб-ру, идите сразу в лечку, пуски на скриншот, он живет с гражданином, но прописан в квартире, нарушение правил. Они считают, что сотрудничают, если они живут в квартире, нарушение правил. Вопрос такой, где ты сейчас живешь? Верно, нарушение правил сотрудничества. Сейчас, тихо, где ты живешь? Он живет в бункере, там прописан еще один в диплом. В каком бункере? Ну, мы в одном клане. В бункере каком у тебя, с Башей? Так не работает, ты не можешь не схемить. В бункере каком? Ну, бункер это банк. А, я видел, да-да-да. Банк, короче, который в гетто. А, че там делаешь? Ну, он проживает с гражданином, это запрещено правилами. Это называется правил сотрудничества. Не, ну криминал с криминалом живет. Да, он гражданин, блять. Посмотри, сука, как же я вас обожаю таких нахуй. Я не зрим был. Я не зрим был. Ну, я не был гражданином. Сука, че ты мне мозги ебешь? Чел, который подал на него жалобу, он какой-то слишком нервный. Зачем так высираться над другого игрока, если он просто спокойно пытается объяснить, виноват он или нет. Обвиняемый даже не поддается на вот эти провокации, не идет открыто на конфликт, не срется ни с кем, как это было с тем школьником, которого вы защищали в прошлом ролике. Да, у байкера есть нарушение правила сотрудничества, но оно также есть и у того, кто жалобу эту подал. А именно неадекватное поведение, а также помеха разборкам. Своими рассказами о том, как его заебали уже вот эти челики, которые нарушают правила, попыткой высраться на него, он тормозит процесс разбора жалобы. Ты можешь сейчас нормально себя вести и общаться, он тебе не сделал ничего такого, чтобы ты с ним в таком тоне разговаривал. Иначе я буду с тобой в таком же тоне говорить. Я сейчас тебя не спрашиваю, я разговариваю с тем, на кого ты подал жалобу. Ты мне нахуя правила сейчас будешь говорить, если я говорю сейчас не с тобой, я тебя услышал. Я говорю правила, я говорю правила. Я с тобой сейчас не говорю, ты можешь помолчать, нет. Почему ты говоришь, короче? Я начала жалобу, объясняй тебе ситуацию, я говорю правила. Претензия состоит в том, что чел имеет против того, что ты живешь за байкера с другим человеком. Ну, я во-первых, это было, мы были два криминала. Он был 50 влаг, я был этим незрим. Дальше. А, это все? То есть ты потом драка взял, то есть ты потом взял профессию... Ты слушаешь обман администрации. Ты потом взял профессию благословения еще... Ну, уже в тот момент, когда ты был прописан в хате этой. Ну, я был незримым, он был 50 влаг. Ну, потом он умер, я взял 50 влаг. Ну, у тебя нарушение правила сотрудничества. Да подожди, у него еще и нарушение правила обмана, он говорит, его сосед был незрим, а у меня на Дэнке он гражданин. Я незримым был, я под маскировкой был. Ну, и правила сотрудничества его... Почему не может криминал с криминалом сотрудничать? Смотри, ну, потому что, судя по правилам читать, я не знаю, нельзя так. Запрещается взаимодействовать со свидетелями. Короче, он душить решил этого челика. Объясню тебе, если меня не слышит игрок, который подал жалобу. Окей, я выдаю тебе 30 минут за сотрудничество, и объясню тебе сейчас, чтобы такого не было больше. Ты, если играешь на профессии благословений, ты не можешь жить с кем-либо, соответственно, если другой чел играет за эту профессию, он тоже не может жить с кем-либо, вне зависимости от того, в каком он находится клане. Это прописано в правиле 1.31, правила профессии и сотрудничества. Ты открываешь там дополнительную информацию и читаешь, ищешь нужную тебе профу. Лучше перед тем, как ты ее возьмешь, всегда прочекай, что ты можешь делать, а что нет. Поскольку ты себя достаточно адекватно ведешь, и ты принимаешь же свое вот это вот нарушение. Моки. Понимаю. Понимаю. Вот. Я даю тебе минималку, именно 30 минут. Этого вполне достаточно, чтобы ты изучил эти правила сотрудничать. Пока за место тебя поиграет на благословениях кто-нибудь другой. Ты понял? Это все? Да, понимаю. Все, тогда в будущем приятной игры, а сейчас у тебя сотрудничество. 30 минут. Нюхай бэбру. Ааа, понял. То есть вы понимаете, этот уродец, сука, взял просто засадил челика, чтобы взять его профессию, потому что он тоже хочет на ней поиграть. Ты по-к себе. Привет, я тебя огорчу. Ты хотел чела слить для того, чтобы взять по-быстрому эту профессию. У тебя будет помеха разборкам. Ну, тоже так. Это не помеха. У нас разборка окончена. Просто жалобы еще не будет. Ну, да, я тебя не отпускал. У тебя нарушения правил также есть. Это не совсем нарушение. У нас закончилась разборка. Я подал жалобу. Человека забанили. Она не закончилась. Я не закончил разборку. Она лимитированная. Я закончил, я ее подал. Хорошо. Ну, смотри. Может быть, ты считаешь, что она не закончилась, но, допустим, мы можем спросить совета у кого-то более знающего у наборного, например, рассчитывая. Нет, не катит. Я не буду ни у кого ничего спрашивать. Я и без тебя прекрасно разберусь. Что ты без меня прекрасно знаешь? То, что я жалобу разобрал. Все, у меня нет. Ну, у меня жалоба была. Ну, у тебя в ходе разборки появились нарушения правил. Каких? Неадекватность и 1.22. Неадекватность. В чем заключается? Тебя просил администратор вести себя более адекватно и в какой-то момент хотя бы просто не перебивать. Ты этого не слушал. И поэтому у тебя будет бан за помеху и за неадекватность. Что ты сделал? Ты мне сказал, типа, успокойся, чего ты там начинаешь не отвечать. У тебя выходит месяц бана за неадекватность. Приятной игры. Ты знаешь, что ты не сможешь меня на месяц забанить? У тебя лимит такой. Ты модератор. Я тогда позову какого-нибудь администратора, который сможет это сделать. Хотя нет, я могу тебе выдать 4 недели. Это то же самое, что и месяц. Это, по-моему, предел недели. На 4 недели ты можешь максимум, по-моему, на 2 балли. Мы сейчас это как раз и проверим. Давай. Давай проверим. Неадекватность в том, что я повысил фон. Понимаю. Понимаю. Приятной игры. Итак, дело было вечером. Делать было нечего. Я решил застроиться в цементе. Раньше, если помните, в самом дефолтном банклаве есть такое помещение на первом этаже. Там есть дверка и вы можете тоже там жить. Помимо меня в цементе живет еще компания ребят, которые обустроились на третьем этаже и решили застроить свой этаж, на котором они живут, таким вот образом. Где-то раскидать мусор, поставить лавочки, велосипед, доску с объявлениями. Ну, думаю, вы поняли. Ну, я такой посидел, подумал, ну, а почему бы не попробовать тоже что-то подобное обустроить, сделать себе, выделить комнату из свободного пространства, которое никем не было занято. Ребята потом на первом этаже подсуетили, сделали вахту, поставили туда человека, начали платить ему ЗП, ну, тоже какое-никакое РП. Я быстро смекнул, то, что тут можно поймать какого-нибудь челика, который, возможно, нарушит поток игроков, есть, кто-то приходит, кто-то 100% нарушит. Но я даже не думал, что я встречу такого челика, которого уже знает чуть ли не весь сервак и админ состав тупо за то, что он душит людей и не дает им нормально играть, по КД кидая жалобы на всякую хуйню. Как раз для бедных студентов ничего-ка не было. Блядь, пойдем покажу, что тебе. Пойдем, что тебе покажу. Бедные студенты. Я пока себе хату застраиваю. КД. Следить, следить. Надо за учетом вести, учетом больных. Идем, заходи. А лысые, они слишком... Ты, блядь, не уважаешь лысых? Я тебе сейчас... Ты шо, дядя? Сейчас этот игрок нарушит правила КРОФДРП. Оно запрещает делать какие-либо криминальные действия в общественных местах. Подъезд цемента как раз таким местом и считается. Съебался. Довите трещиков, да блядь. Поеба... Тихо, тихо. Подъезде. Подъезде спокойно. Так вот, вести учет, голбоебов надо. Садись вот сюда, садись вот сюда. Зарплата, зарплата 200 рублей в месяц. Да, нахуй, я за тобой вышел. Хуйня. В смысле, блядь, хуйня? Ладно, погнали, посылай, к нам подъезд обратно. Подъезд погнали. Слышь, а как тебя зовут дает? КРОФДРП. 20 минут. ПРОФДРП. Леню, да? Можно, конечно. Был пацан. И нет пацан, да? Да, он там угрожал на первом этаже, этому, мусору. Потому что он строится в подъезде на первом этаже. Вот он строится там. Я не видел такую пункту, не видел, что бороться. Ух ты. На меня начали копать. Давайте проведем небольшую реконструкцию того разговора, который был после бана, который я выдал. Они начали методично обсуждать то, на что лучше было бы пожаловаться, чтобы откинуть меня в ответ тоже в бан. По словам то, что я строюсь на первом этаже в цементе, они уже обсуждали, есть ли в этом нарушение или нет, и начали копать в правила минг-билдинг. Ну а по фразе то, что я не знаю, есть ли там какой-то пункт, который это запрещает, уже и так понятно то, что они уже думают, какую они жалобу будут подавать. Но подавать будет конкретно тот, кто на меня обиделся. Короче, сделал пару фото, но не нашей базы, а вот настройки, настройки, я бы там не знаю, О! Ну, темно, отмесь. О, хуй, чё, давай куда выходит. Чё ты меня собрала? Не, вдруг если там... О, дружи, сделай эту ссылочку, просто напиши вот это, тогда ему... Жалобу сейчас на меня хочет написать. Вы тут проживаете? Да, я тут проживаю. Пизда тебе, дорогуша. Зачем вы угрожаете? Да он шиз. Выдавай себе наказание за 3... А указано, что запрещено? То, что не указано, то, что раз... Но это значит запрещено. Сейчас скажи то, что Эльпива будет писать каждое место, каждый уголок, где запрещено строить... Где это? Вот она, первая попытка гнилого уёбка подвязать абсолютно всё, что я делаю на серваке, к нарушениям. О каком оскорблении он ведёт речь, вы нерно подумали. Он, когда пришёл после своего банов, сказал то, что мне пизда. На него среагировал полицейский, спросил, почему вы угрожаете? Я говорю, да потому что он шиз. Это вполне себе уместное оскорбление в РП-формате. Пункт 34.б. Открывай, читай. Так, тогда типа, айти... А чё ты? А мы сейчас тебя. Берём и займёмся. Так, у него нарушение правила чата уже есть. Ну, а в чём дело-то? Лоли нелегальные. Стоянием, стоянием мэр. Ну вот и вот этому леви Аккерману скажешь, что ли? Я баню, либо вы оставляете жалобу. Бань, давай, себя уже. И всё. Всё, смотри, он оказывается, себя банить, я тогда доставлю. Добавил свою. За что? Нарушение кодек. Бань себя. А где у меня нарушено 3.3? Точка 4. Точка 4. 20 минут. Не 20, а 30. Где у меня нарушено 30? Подъезды цемента запрещается строиться. Ну, а так запрета тоже строится, там нету правила. Ну, я тебе ещё раз повторяю. Ну, пусть расписывают там. Ну, я не вижу там запрета строится в цементе. Ну, ему напиши, он тебе напишет. Ты ему напиши, он тебя тоже нахуй пошлят. За что мне себя банить? Нету запретов правил в этом. Ну, там не говорится про цемент ничего. Точка 4.3.4.B. Правил не знаешь или что? Короче, я твою маму. Смотри, если... Сейчас муж... Как бы я сделал на твоем месте? Я забанил бы сам себя. И если ты не согласен с его вердиктом, написал бы жалобу, например, на него. И всё. И тогда уже вышли. С каким вердиктом? Там нету в правиле конкретно чёрным по белому надписи, мол, нельзя строиться в цементе. Точка 4.3.4.B. А где он справился? А почему отказываюсь себя банить? Я не пойму, за что я себя должен банить. Точка 4.3.4.B. Написано то, что запрещает строительство и ставка своих пропов в чужом общественном владении. Подъезд это общественное владение. Ну, тогда давайте всех тэпнем, кто сейчас там строится. Жом или... Нет, там строится... Там только... Может, полетим глянем? Никто не строится. Ну, как минимум, если с Алтайом, смотрю, тэпнем их. Ку-ку. Пауэрпафула. Ку-ку и бигин. Да. У вас у всех у троих 3.4.B. Смотрите, срвот. Честно. Да, на вас, считайте, подал жалобу друг ваш, которому вы... Ребят, стойте. Еще раз. На вас, считайте, жалобу подал чел, с которым вы консультировались, как меня засадить в бан. 3.4.B. Прикольно, да? Слушай, 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 если я не удалял свою группу, я... Тебя засадили? Вы консультировались у себя в комнате, как на меня правильно жалобу подать, чтобы мне отомстить за то, что я наказал его за кровь ДРП. У него началась после бана «Новая жизнь». Он с отсылкой на вот этот вот бан пришел в «Новая жизнь» мне говорить, типа, пизда тебе в РП-чат. Это нарушение правила... Это НЛР, первостепенный НЛР нарушен. Вот. А я его, когда наказал, он, получается, с кем-то из них разговаривал, как на меня правильно, типа, лучше ЖБ подать, чтобы отомстить, чтобы выкинуть меня нахуй. Они обсуждали, можно ли мне строиться в этой... Как его называют? В цементе можно ли мне строиться или нет? Слоу, мы же берем все здание цемента. А хорошо, я полетел в цемент. Паверпав лав. И паверпав лав еще. Паверпав лав еще, тэпай сюда. У него тоже там есть пробчик. У него тоже там проб есть, он кружку поставил в цементе. Это тоже нельзя строить. Охуеть, кружку поставил. Слушай, ну, как бы охуеть, кружку поставил, ты что, не будешь его за это наказывать? Это нарушение. Ну, кружка, во-первых, она ломается, это, может, он сам... Не ебет вообще, он поставил кружку, ее нельзя, нельзя строить в общественном месте, вот этом, в цементе. Ты же сам сказал. Ты можешь себя уже забанить? Я себя забаню, вот. Но мне нужно, чтобы все нарушители сначала ответили в бан, помимо меня. Ну, давай спокойно. Раз вы мне не можете показать, где запрещено. Мы сейчас разбираемся насчет застройки, 3-4-б. У меня лично логика такая, если до меня решили доебаться чисто за то, что я наказал челика заслуженно, то я буду доебываться в ответ еще сильнее и буду искать любую возможность, чтобы это сделать. И как я, в принципе, это сделал? Я нашел сраную кружку. Это тоже, по факту, является нарушением. Один из таких хороших поводов, чтобы их напрячь. Мы с тобой разбираемся, это просто, я ничего не говорил. Нет, так я ничего такого не говорил. То есть я признаю свое нарушение. Демка, она что? Ну а что это? Нарушение, что это? То, что вы обсуждали, как лучше подать ЖБ. Это не нарушение, я просто рассказываю, что это было. Ты можешь замолчать уже. Ага. Дай мне сказать, блядь. С тобой никто не говорит, у тебя теперь неадекватное поведение и помеха разборкам. Краткая инструкция на то, как заставить быдло нарушить правила неадекватного поведения и помехи разборкам. Пользуйтесь. Достаточно просто по фактам отстаивать свою невиновность и еще пытаться подтянуть челиков, которые тоже виноваты. Спокойней давай. Да не, не, пусть кричит, пусть сопли брыжет, по экрану мажет. Моя проблема ни в чем, ты жалобу на меня подал. Мои проблемы тут нет, ты на меня ЖБ подал. Продолжай дальше сопли мазать по экрану и пока слушай. Я за что на тебя ЖБ подал? Да, помеха разборкам. Не кричи, не перебивай, когда я пытаюсь что-то сказать, пожалуйста. У тебя уже было два предупреждения. Первая просьба от беги, на вторая от меня. На третий раз я тебе засчитаю. А ты уверен, что он мне это написал? Тут без конкретики он тебе. Ты не даешь никому слова вставить всех переписов. А потому что вы уже достаточно сказали. Я как игрок, который заметил нарушение. Да и заебал меня, перебивай. Давай нахуй. Сломай шмотки дома у себя, блять. Пробей монитор нахуй. Давай. Пробей монитор нахуй. Давай, бей, сука, в экран. Бей в экран нахуй. Кричи громче. Порядки очереди. Порядки очереди. Короче, слоу. Сейчас же ты мешаешь ему высказаться. Давайте просто порядком. Кто кому мешает высказаться? Вообще-то я разговаривал насчет нарушения. 3, 4, B. Продолжай. Вот, слоу, смотри. 3, 4, B. Поскольку вы меня не слушаете насчет того, что там нету прописанного четко запрета строить вот в помещениях цемента, нарушения также тогда у меня, у пауэрпафа, у бегина и у того челика, который уже отлетел. Значит, каждому мы выдаем максималку. Ну, давайте дадим и все, расход поймаем. Что тут мусульничать? Да, да, да. Затем со скифчей уже будет другой диалог. Смотри, я потом предлагаю так сделать. Он напитает, я напитаю. Наказывай слоу пауэрпафа, бегин, тогда ты себя накажешь, да, правильно? Угу, да. Хорошо. Я со своим тогда нарушением 3, 4 не спорю, у меня кроме этого больше, ну, ничего особо нету. Дальше. А следующий у нас на очереди, это скифча. У тебя было краудерпэ, ты за него уже получил наказание. Дальше идет у тебя НЛР. У тебя фраза насчет пизда тебе после того, как ты вышел с моего бана и у тебя началась новая жизнь, была как раз приурочена к твоей прошлой жизни, которую ты помнить не должен. Вот. Затем ты писал в рекламу, ты писал в рекламу насчет того, ну, типа подъеб мэра какой-то. Если полистать чат, это можно найти абсолютно спокойно. Это нарушение правил чата. Если не прав, поправьте, пожалуйста. А мне что, что, из-за того, он говорит, причем, есть конкретника, что я к кому-то обращался, что я имя называл. Да, ты ко мне обращался. Я зашел, я увидел в рот, где ты. Ты меня шизом назвал, это первое. Второе, ты не спонсор. Нарушаешь код, ты сам себя не банишь за нарушение. Потому что разборки не кончились. Посмотрите, насколько тщетные попытки докопаться хоть до чего-либо. Ну, насчет оскорбления я вам уже раскидал. Это было РП, оскорбление, оно было уместное. И он теперь докапывается до моего Ника. Ребята, это пиздец. А чё продолжать? Ты себя за 3-4... А я себя забаню за 3-4 в конце разборки. Смотрите. Ну, потому что у тебя еще нарушение есть. Смотрите, по поводу того, типа, по поводу того банить или нет. По поводу вот этого чашки, вы можете на самом деле, администратор имеет право простить нарушителя. Мне куратор говорил. Если он видит, то что, ну, на первый раз он может простить, да? Это уже считает сам администратор, который его жаловал. Смотри, они построили просто мебель, а не просто мебель строили. Ты же прям конкретно устроил себе угол. Ну и чё? И чё дальше? Прикосно. Прикосно. С подрешкой сусеет. Кто? Ну, дальше чё? Я жду бана Павропафлава. И всё. И дальше разбираемся. Ну, я сказал то, что это аморально доебываться до тарелки и бутылки, блять. Ну, аморально доебываться до того, чего не прописано в правилах чёрным по белому, а ясно обусловленным запретом. Вот это аморально доебываться до этого. Если ты взялся до этого доебываться, то бань всех, кто нарушил. Я в этом вижу нарушение, я его тогда сам забанил. Продолжай говорить, я тебя не слушаю. Ты можешь себе это правило распечатать и в рамочку поставить возокомпакт. Я и так его знаю. Ты не можешь это прочитать, и сейчас пытаешься как-то выкрутиться. А чё выкрутиться? Я не отрицаю своего нарушения. Это да, баньте всех, кто там строился. Я к этому ничего не имею претензий. Ты меня опять перебиваешь. Да. Мне уже надоело порядок. За Кроудер Бэй я своё отсидел, претензии какие-то к этому. Нахуй ты демагогию разводишь, я говорю о другом. Да нет, демагогию здесь разводишь ты, причём рубишь. Ты биваешь постоянно, не даёшь разводить. Имею право, я не договорил. Сейчас, когда тебя выдернули за 3-4, ты стоишь и всем рассказываешь, что можно бань. Когда противник банил, тогда не строили. Почему? Проигнорировал. Но я до сих пор в этом нарушении не вижу. Администратор старше меня видит в этом нарушении. Чё я буду ослушиваться? Я наоборот следую кодексу администрации. Если уж на то пошло. У него наказание будет, потому что Жан-Пьер говорит, что факт нарушения есть. Так он до этого добавил, что аморально наказывал человека за то, что он поставил тарелочку до бутылки. Ну, он случайно поставил? Смотрите, я ещё раз могу сказать то, что администратор имеет право простить ребят, если они поставили... Ну тогда пусть всех прощает. Чё, он одного только выделил прощать. Бля, челики обсуждали, как лучше на меня ЖБ подать, если у меня нарушение 3-4, чтобы меня выжить из-за того, что я его забанил. И он ни слова не сказал о том, что у них тоже это нарушение. Он тупо выжить хотел меня с сервака, ты этого до сих пор не понимаешь, нет? Ну, я же говорю, я ситуацию не знаю. Ну, вот ситуация такая, я тебе могу её объяснить сейчас. Я его наказываю за кровь ДРП, он обижается, приходит, говорит, что мне пизда, нарушает тем самым правила НЛР первичное, когда он не помнит ничего о своей жизни до бана, к примеру. И идёт, советуется с кем-то из их компаний, кто там тусуется и живёт, кто тоже там застраивался в цементе. Типа вот, а можно ли строиться так вот в цементе, там что, как лучше подать, типа, жалобу и всё такое. Ему немного там инструктаж провели и вот мы на жалобе си. Мне предъявляют за то, что нельзя строиться в цементе. Короче, они решили тебя задушить. Ну, это так и есть. Дальше послушай. Мне предъявляют за то, что у тебя 3-4 бэггра в каком месте? Мне говорят, вот ты не можешь строиться в цементе. Я говорю, а где написано конкретно, что я не могу строиться в цементе? Ну, там написано запрещено строиться в этих общественных местах. Я говорю, ну, тогда тэпай всех, кто строится в общественных местах. Этот начинает говорить, ну, я же на тебя только ЖБ подал. Ну, блядь, в смысле? А если там есть ещё и другие нарушители, почему бы их тоже не накапливать? Тэпнули их в итоге сюда, когда я пытаюсь объяснить у кого что за нарушение и что за этим последует. Я, как бы, тоже с этим тогда соглашаюсь, потому что, чё я буду один улетать, если все виноваты? Он начинает орать, горланить, там чуть ли монитор, блядь, к хуям ногами не разбивает вот этот вот скифчик, кто на меня ЖБ подал, тем самым нарушая правила неадекватного поведения и помехи разборкам. Его Бегин просил в чате быть поспокойнее, он это проигнорировал, продолжал дальше орать и сейчас вроде бы он успокоительный выпил. После этого вроде бы ты приходишь и он начинает говорить о том, что, ну, можно его простить, например, но если ты этого прощаешь, тогда прощай всех, либо если ты наказывать взялся всех, то наказывай, пожалуйста, всех. У него, получается, нарушение 3 и 4б, как у нас у всех, кто улетает на его жалобе. Ну, учитывая такую ситуацию, на самом деле, или всех, или никого, блядь. Ну, я о том и говорю, чё это за хуйня, он пытается как-то одного чела придержать, типа, простить из-за того, что он кружку поставил. Не случайно устал, они делали там РП застройку, они конкретно создавали какой-то там внешний вид у этой локации. Он там не случайно просто вынес её, обронил и забыл убрать. У него тогда тоже 3 и 4б, у меня 3 и 4б. И у этого чела уже идёт НЛР из-за его фразы «тебе пизда». У него идёт нарушение правил чата, конкретно надо будет какое-то уточнить. Он в адверт хуйню какую-то написал про мэра, что не особо окей. И у него также нарушено правило помехи разборкам из-за того, что он орёт, перекрикивает, перебивает ещё тогда до твоего прихода. И также, что неадекватное поведение. Потому что в этот момент он слишком излишне токсичил. То или всех, или никого. Потому что челы пытались тебя сдушить. Не, сейчас тебя хорошо слышно. По поводу оскорблений я не был свидетелем оскорблений. А это РП было? Да. И администратор считает, что это если в РП было и была какая-то причина для того, чтобы оскорбить человека, то это не нарушено. Я могу объяснить насчёт этого шиза. Он подбегает, говорит мне пизда, смотря прямо на меня из моего дома. Он подбегает мне, говорит, ебать, я пизда. У него мент спрашивает, почему вы так себя ведёте. Говорит, да он шиз. И всё. А чё ты у меня нарушение какое-то ищешь в моём нике или чё? По-моему, у тебя вообще ебать не должно, какое себе имя выставляю. Если администрация решит, что с этим именем что-то не так, то я его возможно и поменяю. Но точно не от челика, который пытается, блядь, меня выжить с сервака абсолютно банальными моими же способами. И то, которое я использую, ну, в самом крайнем случае. А, то есть ты мне говоришь, что я тебя выживаю с сервака. А чем это проявляется? Ты впервые увидел. Да, вот именно, что ты меня, сука, впервые увидел. Я тебя просто наказал за нарушение. И ты, блядь, подал на меня жалобу, обиженный. Пошёл перед этим спрашивать, на что именно у людей, вот так вот, как его называть, за что именно на него подать ЖБ нормально, чтобы он отлетел. И ты конкретно на меня подал ЖБ, а не на своих друзей, которые тоже нарушили правила. Чё ты из себя сейчас дебила строишь? Типа ты не выживаешь никого с сервака? Скажи, какая разница, в том порядке я буду жаловаться? Да, большая разница. Если ты пожаловался на это нарушение и видел ещё у других людей, какого хуя ты на одного чела жалобу кидаешь? Сразу понятно, то, что он тебе конкретно чем-то не понравился. Ты же к нему до этого подбежал, сказал-то, что тебе пизда. Чё ты к своим друзьям не подбежал, не сказал-то, что им пизда? А? Что, тоже разницы нету никакой, да? Кому подходить, говорить тебе пизда? Не, сказал бы то же самое. Да, сказал бы то же самое. А чё ты не сказал до сих пор то же самое тем, кто тут присутствовал? Кто тоже 3-4-б нарушил? А зачем, если ты... Бля, действительно, зачем? Если я не хочу, чтобы их наказывали, это ж мои друзья. Ты так думаешь, спроси у Попой, я столько людей жалую. Я думаю так и тебе советую тоже думать. А лучше побольше. Это полезно. Прежде чем вот такую хуйню выкидывать, типа пытаясь выжить чела, который тебя просто наказал за нарушение. Я не знаю, кто такой Попой, но мне кажется, он тебя знает нормально так. Мне что-то запрещает проявлять свою активную гражданскую позицию. Нарушение сообщения. И проявляй активную гражданскую позицию на улице, когда людей в автозаке сажают. Они здесь, блядь, серверы, горисмот. И бучер революционер. Ага. Что ты меня оскорбляешь? Революционер оскорбление для тебя? Или ты слишком ранимая личность, что тебе нельзя слово сказать? Зачем тогда со мной общаешься? Если каждое слово в теории может тебя обидеть. То есть другие люди тоже принимали в этом участие, да? Да, но я не скажу имя, потому что там просто куча людей разговаривает. Там поток людей, которые заходят, нормальный такой. Так, ну в принципе, я могу, у меня есть полномочия выдать только этому человеку. Первый момент. На других пока что доказательств как таковых нету. Да, с учетом того, что ты сам не уверен. Что? Ну, значит, Швагер, он очень всех душит. То есть у меня столько демок там есть, где он душит прям каждого. То есть даже новичков, я помню. То есть он по КТ каждого душит. Но если тут прямо они говорили, что надо как бы выдушивать его за какое нарушение, то по сути и Якут ответил, то есть Вышка ответила, что за это первое, я думаю, да. Так что ты, Швагер, душить любишь? Каприз. О, я люблю душить. Ну и что? Скачай пьюр, найди себе партнера по таким предпочтениям, которому это понравится. Пиво, а что ты мне-то предъявляешь? Ты мне хочешь сказать, что ты не нарушил или что? Не, я-то в бану лечу. Мне пиво привет передать? Конечно, я же тебя за 3-4, больше как бы ничего, все. Ты же сам админ, ты сам все видишь, почему ты не удалил, там не дал им пизды. Ну я до сих пор, до сих пор не вижу только. Ну если только считать админ, который выше сейчас дам им пизды, то окей. Смотри, 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 подожди, не перебивай, пожалуйста. Сколько раз уже просить, блять, могу? Смотри, ты был там все это время, почему ты не въебал людей за 3-4, почему ты проигнорировал? Челики застроились, они никому не мешают, в чем проблема. Ну, ты говоришь каждого въебать, давай въебем всех. Въебали уже почти всех. А меня отражаешь за то, что... ...как только он начал душить. Смотри, ты мне предъявляешь, что я на них жалобу не подал, а как я тебе подам, если я могу только физически на одного подать? Абсолютно спокойно, тебя тэпают на жалобу, сказать, вот у меня к этим игрокам претензия, поименно перечислить, кто нарушил, и их тэпнуть, так всегда делали. Да без проблем. Там можно еще несколько жалоб, если не ошибаюсь, подаваться. Там можно... Один пацан подавал две жалобы. До десяти, до десяти там можно подать. Чел очень много жалоб подавал, это я точно помню. Смотри. Ну, хотя я думаю, что это нерационально, типа, тэпают разные люди, и все. Очень и очень неправдоподобная реакция на этот вопрос, потому что чели, которые душат других людей на серваке, у него стоит единственная задача, сделать это как можно с большим количеством людей. Вот это наигранное удивление, то, что, а, да, я мог еще сказать, что у меня и на других есть жалоба, да ну нахуй, ладно, в следующий раз буду действовать по-другому. Сука, я так в школе притворялся, когда прятал дневник в батаре, чтобы мне двойку не стали, а потом его находят и говорят, вот, а что он тут делает? Я говорю, блин, а я вот даже не знаю, как он мог там оказаться, что ж такое произошло? Ветер, наверное, блять, сильный. Вот поэтому и задуло его туда. Да, тем более, слышь, Пиво, ты прекрасно знаешь, я на такое обижаться не буду. Ты прекрасно знаешь, я за любое нарушение подаю. Да, это не Пиво, это не Пиво, это не Пиво, это не Пиво. Да, тем более, голоса похожа. Нет, нахуй я сюда пришел. Пиво. Снимайся, у Сема. А это у него. Субтитры сделал DimaTorzok